Правительственный квартал в центре Киева был с самого утра перекрыт, а у здания генпрокуратуры усилили меры безопасности. Что же произошло, пыталась выяснить Юлия Жешко. У входа в ГПУ колонна из 50 правоохранителей. Через час в правительственном квартале почти столько же нацгвардейцев и 6 нарядов полиции. Приемная генпрокуратура экстренно прекращает работу. Желающие подать документы, сделать это не могут. Двери закрыты. Я подъехала, двери закрыты. Уже охранец мне на входе в прокуратура сказал, что подходите после обеда. А в связи с чем? Ну ничего не пояснили в связи с тем, что происходит и все. Документы я сдать не могу, но могу ехать назад, потом вернуться. Что произошло и почему в центре города десятки копов и военных ни в генпрокуратуре, ни в полиции не объяснили. Но нашей съемочной группе все же удалось выяснить некоторые детали. У здания ГПУ некие активисты в камуфляже планировали митинг. Всего около полусотни человек. Правоохранителей было вдвое больше. Люди вели себя вполне миролюбиво, но все были задержаны. Обыскивали прямо на месте. Несостоявшиеся митингующие нам рассказали. Протест планировали мирный. Считают, что власть должна пересмотреть отношения к воинам АТО. Правда, во время интервью лица прятали. Вы видели, как едут хлопцы из АТО? Они заходят в поезд, держава им оплачивает только квиток. Им даже белизни не дают. Вы понимаете, как это? И вы пришли митинговать по этому? Конечно, за расширение для хлопцев, чтобы больше рассчитывали с ним. Сколько людей пришло? Не даю комментариев. Что затримали? Просто переверка документов и все. Задержанных в сопровождении наряда отвели в Печерский райотдел. Полицейские свои действия комментируют неохотно. Дескать, сигнал поступил. Надешел выклад. Неведомые люди в камуфляжах. Мы отреагировали. Сейчас людей опитывают, отпустят. Три часа для установления их особи достали. Все остальные комментариев до нас, до ЦГЗ. Позже нас попросили освободить территорию и снимать запретили. Ответы на наши письменные запросы правоохранителям с просьбой объяснить произошедшее мы так и не получили. Юлия Жешко, Василий Миновщиков. Подробности. Телеканал Интер.